Всем привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет видео гардероб 40+. Недавно мы с вами разбирали мой гардероб и сегодня я вам хочу показать, в чем я ходила на этой неделе. Что я носила. Так что оставайтесь со мной. Я не стилист, я не профессионал, я такая же женщина, как вы. И сегодня я просто покажу, как я экспериментирую и что я ношу на неделе. Спасибо всем за ваши комментарии, за лайки, за дизлайки тоже спасибо. Это тоже ответная реакция. Итак, начнем. Будем показывать и аксессуары, и образы. И буду рассказывать, что и как, где я купила и с какого времени это находится в моем гардеробе. Так что не судите строго. И напишите то, что думаете. Всегда интересно пообщаться с вами. Вот я начинаю показывать вам первый образ. Начнем с аксессуаров. У нас сейчас погода непонятная. Утром холодно, а после обеда тепло. Поэтому с утра нужно потеплее. Аксессуары. Вот такой красивый шарф. Честно скажу, девчонки и мальчишки, я даже не помню, откуда он у меня. Но мне очень нравится его цвет. Он необычный. Такой редко где найдешь. Состав у него не самый идеальный, скорее всего. Хотя этикетки уже давно нет. Но он греет. И мне нравится его цвет. Мне нравится его вязка. И это дополняет наряд. Это делает очень красивый, яркий акцент. Я вообще люблю нейтральные тона. Но вот именно такие яркие акценты всегда готова внедрить в мой аутфит. А здесь я показываю мою цепь, винтажную цепь. Недавно вышло видео о аксессуарах, о галстуках. Так что заходите, посмотрите. И она очень хорошо также дополняет, может быть, разноображивает наряд. Очки классно подходят к шарфику. Практически один оттенок. И это очень здорово. У меня большая коллекция очков. И вот эти от Fendi. Они классные. У них необычный цвет. Классическая миндалевидная форма. И я с удовольствием их ношу. Если носить очки осторожно, они могут служить вам годами. Также не выбрасывайте их. Возможно, мода на ту или иную модель обязательно в скором времени вернется. Сумка у меня сделана одной из французских рукодельниц. Я хотела вот именно такой мешок, так я скажу. И она мне его сшила. Это сумка из кожжама. Такая под, не знаю, рептилию, крокодила. Не знаю, рептилия, наверное. И внутри подклад яркий из хлопка. Париж, брасри, кафе, патиссери. В общем, она удобная. И когда я знаю, что мне нужно пойти по делам. И, извините за слово, натолкать в эту сумку массу-массу вещей. То я ее беру. Но будьте осторожны. Если хотите сами сшить такую сумку, то это просто. Ну, нужно, чтобы ручка была широкая и длинная. Чтобы вы могли ее перекидывать через плечо. Тогда это очень удобно и стильно смотрится. Вот такие бесформенные сумки сейчас в тренде. На мне кардиган от французской марки. Принцесса там-там. Здесь Кашемир. Очень хороший состав. И он такой тоненький, что его идеально поднадевать под пальто. Если пальто не оверсайз, то он отлично смотрится. Не увеличивает объемы. И у него прекрасный цвет. Приятный, теплый. В общем, у меня сегодня достаточно колоритный, достаточно яркий образ. Для кого-то это будет too much. Я все понимаю. Но мне сегодня захотелось вот именно так. Поиграть, поэкспериментировать. Сейчас я вам показываю пальто. Это пальто Кашемир. У него чудесный состав. Классический крой от марки Мекс. Я люблю эту марку. Напишите, кто ее знает. Вообще, у меня было раньше очень много вещей этой марки. Потому что она качественная и хорошая. Цена, качество очень хорошая. Так что я с удовольствием его ношу. Тем более, такой классический крой, цвет. Оно подходит под многие наряды. И на мне джинсы. Джинсы. Джинсы это бенетон. Широкие джинсы трубы. Сейчас это тренд. Мне они нравятся. Самое главное, мне в них комфортно. И я могу их обыгрывать по-разному. И на мне кроссовки. Кроссовки от Масси Мадутти. Что я скажу, обувь от Масси Мадутти неплохая. Она качественная. Если за ней хорошо ухаживать, то она также послужит вам годами. И я к ней привыкла. Шнурки я всегда заправляю. И здесь тоже бежевый. Немножко такого зеленоватого на кроссовках. Массивная подошва, как сейчас тренд. И я... Вот такой аутфит у меня, в общем, получился. Напишите, что вы думаете. А здесь уже другой день и другой наряд. У меня черный такой... Мы собираемся в школу. Черный свитер. Достаточно крупной вязки. Это марка Ispree. И вот я выбрала именно широким горлом. Сейчас вот такие... Отложные воротники в моде. Моя куртка Armani джинс. Я вам ее показывала. А здесь юбка. Винтажная я уже назову, потому что она в моем шифонье. Очень-очень давно. Многим она понравилась. Такая кружевная на подкладе. И она смотрится хорошо, когда мы смешиваем спортивный стиль с более классическим. Сумочка от Валентина. Тоже моя старушка, которую я люблю. И также она меня выручает, когда нужно много, быстро и практично. Сапоги. Сапоги у меня от Mineli. Французская марка. Кожаный. Вот на такой платформе. Сапоги-чулки. Я их называю. Мне очень сложно подобрать обувь. У меня высокий взъем. И в общем, вот эти сапожки мне подошли. Мне нравится, как они заходят под юбку. Получается необрезанный образ. И да, почему нет. И здесь вот сейчас я увидела, что у меня на фоне стоит тазик такой. Или как это называть. В общем, для белья. В этот раз я решила надеть шапочку. Я достала свои шапки. У меня вот такая шапка из грязно-розового цвета Yves Saint Laurent. Она очень теплая. И в ней состав шерсть. И по-моему, шерсть полиэстера или акрил, не помню. В общем, она теплая. На улице холодно утром. Мои очки любимые от CELINE. Куртка от Armani Jeans и свитер от Esprit. В общем, я приоделась потеплее, чтобы мне не было холода. Холодно, но солнечно. Напишите, что вы думаете о шапках. Я в инстаграме сделала пост насчет шапок. Так что напишите, что вы носите. Я думаю, что у нас в России шапки это тренд. И шапки они необходимы. Во Франции, конечно, это так. Больше для образа. Я беру иногда вот эту сумку. Но когда... Да, сейчас уточню, что кольцо у меня такое широкое от Dolce & Cabbana. Потому что будут вопросы. И когда мне нужно взять что-то такое на почту, например, в конверте. То я беру всегда шоппер. Это шоппер от марки Yves Saint Laurent. Мне дали его с ароматом Black Opium от Yves Saint Laurent. И очень практично. У меня различные цвета. И светлые, и темные. В общем, всякие разные. Под разные наряды. И француженки, и французы, парижанки очень любят шопперы. Иногда просто нет сумочки, а вот такой шоппер. Можно, конечно, и самим шить. Но это очень практично. И я обожаю такие холчовые мешки, как я их называю. Всегда у меня есть и в сумке. И если по делам, то обязательно беру такой в кавычках мешок. В общем, вот такие наряды. Два наряда у меня сегодня были. Спасибо вам, что остаетесь со мной. Если вам такие видео нравятся. Мой гардероб 40+. То обязательно мне напишите. И мы будем с вами продолжать. Также будут распаковки. Винтажные видео. Разговорные видео. Я всех целую. Обнимаю. Будьте красивыми, любимыми. Экспериментируйте. Не бойтесь. Я думаю, что каждый может ошибиться. Но если мы не будем экспериментировать, то у нас ничего не получится. До новых встреч. И я не показала вам мои тренчи. А их уже нужно убирать и доставать в различные пальто. Так что, возможно, в следующий раз и пиджаки, и тренчи, и юбки. Все. Всех целую. Люблю. Пока-пока. Ваша Светлана Франция.